Например, вот я был в Атель недавно, вы смотрели видео, да? Там в деревню, да, японскую ездил? Там смотреть на самом деле особо нечего. Я посмотрел там, ну, море, да? Не место красивое, а небо просторное. Я посмотрел там на море, посмотрел на, как вы говорите, аптическую иллюзию, которую я называю аномалией. Потом я посмотрел на корову, посмотрел на овцу, на козла посмотрел, на кролик посмотрел. И, в принципе, там особо больше ничего и нет. Поэтому в такие вот места, в деревушке, ехать это просто, чтобы почувствовать атмосферу. Смотреть там обычно нечего. А если вы хотите поехать в Киото, Осаку, в Хиросиму какую-нибудь, на Окинаву, на Окинаву только на самолете лететь, ну, это прям райское такое место, то, во-первых, это будет стоить немало денег, но советую туда, конечно же, съездить. А, во-вторых, если вы хотите туда поехать, советую вам до того, как вы приедете в Токио, да, ну, скорее всего, вы все попадете сначала в Токио, а потом уже будете разбредаться по Японии, то советую приобрести такую штуку, которая называется GR Pass. Слышали? Вот. Ну, все знают про GR Pass? Не надо про него рассказывать? Я думаю, знают. Кто не знает, загуглите в интернете, это просто... Вы платите определенную сумму, получаете GR Pass, это вроде проездного такого, и можете кататься по всей Японии. На большинстве поездов, там некоторые только шинкансены не входят, на некоторых автобусах, которые в GR входят, и даже на некоторых кораблях. Поэтому, если вы едете до Осаки и обратно, то вы уже окупите эту стоимость. А если вы собираетесь в Осаку, в Киото и еще куда-то, то вот так вот. И советую вам в такое место съездить, просто я сам не был, но все говорят, что просто вау, супер. В Осаке построили... Как там? Universal Stadia Japan. Слышали? Короче, Диснейленд, знаете, что такое? Построили типа Диснейленда, только круче, и там не всякие Микки Маусы, Гуфи и прочие вот эти существа, да? Там все больше фильмы. Например, там вообще главная тема — это Гарри Поттер. Отстроили в натуральную величину замок из Гарри Поттера, да, Хогвартс. Потом есть там целое крыло для пират Карибского моря. Есть деревня Хокспинт, или Хокспинт, ну знаете, да, деревня, где Аниэль и Шокили Вечно. Гарри Поттера кто-нибудь читал? Я думаю, все читали. Кому нравится Гарри Поттер? А, ну большинство нравится. Мне нравятся Гарри Поттера, очень классные книги, я очень люблю. Поэтому вот в это место все говорят приехать очень классно, и оно, как сказать, очень технологичное. Там все аттракционы не просто вы сели на какую-то коляску и катаетесь, да, там, в американские горки. Там всякие проекции используются, там прям над вами привидения летают. То есть настолько все реалистично сделано, что у вас ощущение, как будто вы попали в сказку. И всем очень нравится, все очень советуют, все просто в восторге. Только на какой-нибудь аттракцион стоит 10 часов. Едьте туда. Будет 11 часов. Ну, в общем, вот такие вот места советую. В любом случае советую приобрести GR Pass и поездить просто PayPay. Поездить везде, где только возможно. Рассчитывайте, что у вас будет время только на поспать. Остальное время вы будете куда-то ходить. Еда в городе дешевая, поэтому с этим проблем не будет. Главное разобраться с транспортом. Я надеюсь, что я ответил. Какие-то советы дал по тому, как я путешествовал. Так как время сейчас уже скоро три, я могу ответить на один вопрос, а потом мы просто перейдем дальше. Дела? Ну, вообще, неплохо, на самом деле. Ну, все хорошо. А, ну, потому что, по двум причинам. Потому что мы кое над чем сейчас работаем, и нам нужен здесь одновременно человек и здесь, и там. И в Японии, и в России. Поэтому я сейчас в России какой-то работой занимаюсь, да? Про которую пока не буду говорить, но обязательно вы узнаете в скором времени. Я думаю, вам понравится. Конечно, это для вас будет плюсом, да? Вы узнаете потом. И по второй причине дорого. Летать в Россию каждый раз. Поэтому, ну, я про Аэрофлот рассказывал, билеты были очень дорогие, и не поехал. Поэтому, ну, основная причина, конечно, что не смогли. Чтобы одновременно приехать. Но в следующий раз, когда мы будем делать встречу, я не знаю, когда она будет, потому что сейчас будем очень заняты, и, возможно, она будет только через год, либо, может, даже через два, в Москве, да, я именно имею в виду. Поэтому в следующий раз мы, конечно же, постараемся приехать вместе. Хотели с Микки увидеться? Ну, извините, что я здесь один буду отрабатывать за двоих. Вот. Ну что, еще вопрос есть? Давайте кто-нибудь, кто еще не задавал вопрос. Если не ешь морепродукты? Ну, 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 а, то есть, как бы, что делать, да? Я могу сказать, что большинство морепродуктов мне не нравятся. Я не люблю морепродукты, которые пахнут, например, морем, да, очень, знаете, бывают такие. Не люблю всякие вещи, которые похожи на раздавленные на дороге животные, я не знаю, есть такие, которые пахнут тухлыми носками какими-то. Таких вот морепродуктов почему-то очень много. Такие я не ем. И поэтому, плюс у меня аллергия на креветки, иногда, почему-то, ну, так, временами, бывает на крабах, она такая непостоянная. И поэтому получается, что я сам не ем, на самом деле, 90% морепродуктов вообще без проблем. Помимо морепродуктов есть еды просто, что ее не съесть за всю жизнь. Столько видов лапши, десятки видов, рис, сотни видов блюд с рисом, рис с мясом, рис с какими-то там водорослями, рис с зеленью, рис с рисом, с политой рисом, я не знаю, чего только нет, на самом деле. Поэтому, если вы не едите морепродукты, это совершенно нормально. Тем более, много есть японцев, которые не едят морепродукты. А если вы идете в какой-то ресторан, и у вас там еда, представляется, вот только морепродукты, или, например, какой-то сет, да, бывает в Японии, тейшоку называется, ну, набор, да? Если вы не хотите есть, например, какую-нибудь там креветку, либо какую-нибудь еще пучеглазую рыбу, вы говорите, замените, пожалуйста, мне ее, например, на что-то еще. Мне почему-то, я не знаю, почему так, мне все время меняют на тыкву. Я что, не попрошу, мне в любом месте всегда меняют ее на тыкву. Цена людей вроде... А цена тогда меняется? Нет, цена не меняется ничего. Иногда могут принести еду намного лучше, чем была в сете. А иногда могут сказать, извините, у нас есть только это, «Ну, мы дополнительно давайте вам дадим бесплатный десерт». И вы, конечно, соглашаетесь. Вы все равно бы не съели, это правильно. Поэтому вот так вот. Ну что ж, давайте, я надеюсь, ответил на вопросы. Исчерпывающе получилось, нормально? Да. Окей. Давайте продолжим. Сейчас я хотел бы пригласить сюда Евгения Кольчугина, основателя и генерального директора компании History Comics, про которую я недавно говорил, которая издает World Art Online и другие аниме и РНВ. Сейчас он с вами поговорит. Продолжение следует...